здравствуйте друзья спрашивают вот как иммигранты как они борются с ностальгией и я вспомнил знаете анекдот такой был старый там начала 90-х как два братка встречаются в нью-йорке в ресторане сидят там закусывают выпивают но один уже переехал в нью-йорк а другой так приехал навестить и тот что приехал говорит коля гать я все хотел спросить а как же тебя ностальгии это тебя не мучает и тот вид душой а ведь евреи что ли и иногда знаете говорят что вот там евреи ему у него ностальгии не мучает поскольку у него родины типа нет вот на сказать что на удивление вот у евреев очень сильная ностальгия именно вот значит по тому месту где они жили тех которых мы тут знаем советских евреев у них сильно ностальгия особенно у людей пожилых они как бы все в прошлом и они вспоминают но такая ностальгия не то чтобы им хотелось вернуться например или ну даже не знаю ну так по молодости что ли может быть больше ностальгия по тем временам когда они что-то такое могли а сейчас они вот все больше там поговорить но мы сейчас поговорим о ностальгии мне просто надо на работу ехать сейчас мы поедем камеру развернем и побеседуем итак друзья о ностальгии мне кстати тут пару раз какие-то люди говорят чего все там евреи евреи там иммиграция она в течение долгих лет была исключительно еврейской в израиле в германию вселенные штаты это вот может быть но как бы такое достижение последних лет пятнадцати когда стало много других людей как бы получили возможность тоже иммигрировать там и через брак и по рабочим визам и по гринкарт лотереи и так далее поэтому анекдоты всяких хохмачки они вот значительной степени значит там про евреев и эмигрирующих вот в частности был такой анекдот что в израиле там один значит советский иммигрант приходит к другому и видит у него на стене портрет сталина и говорит моник а почему у тебя портрет сталина что ты что сталинист какой-то или что ты понимаешь когда меня мучает ностальгия так я на него смотрю вот ностальгия наша тема ностальгия это одна из мулик советской пропаганды давайте начнем с этого во всяком случае я не хочу сказать что ностальгия в природе не существует я хочу сказать что ностальгия использовалась советской пропагандой как ну одна из нескольких линий о том что вот иммиграция это плохо о том что иммигранты они несчастные люди которые там страдают по значит породине по отсутствию этой родины рядом и так далее хотя мы знаем что они делали с теми кто возвращался да там в тридцатые в сороковые 50-е так что ностальгия многих привела на цугундер а то и похуже так вот почему я говорю это жупел такой советской пропагандой которым они размахивали 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 как бы придавая вторичность третичность несостоятельность иммиграции и иммигрантам люди лишенные родины вот я помню когда корчной гроссмейстер убежал из советского союза и оказался там в швейцарии они говорят человек без родины это было как вот знаете ну совсем плохо это уже все уже в чек без родины для них родина это что это это советская власть это коммунисты это это власть давайте власть всегда норовит подменить понятие родина понятием власть вот кто против власти тот против родины и там и пошло и поехало поэтому нужно очень осторожно вот с этим родина ностальгия там и так далее значит ностальгия я думаю что в силу вот этого пропагандистского вектора который присутствовал там очень очень много лет потому что иммиграция белая миграция политическая миграция от большевиков она началась но практически сразу вот вместе с революцией и каждый год там советской власти это был год борьбы там с иммиграцией доказывания того что иммиграция не права доказывания того что они правы и пошло и поехало это уже в крови не любовь к мигранту в крови и вы не видите потому что я вычищаю там и фильтрами и вручную вы не видите какое количество всякой грязи приходит вот скажем на наш канал в связи вот с иммиграцией отсутствием родины там еще чего-то такое вот и так далее поэтому я я просто чищу бред собачий но но это присутствует и никто из нас вот говорящих и слушающих в данный момент никто из нас не не свободен полностью от этого всего она присутствует там где-то в подкорке там тут и здесь вроде вроде ты думаешь я человек свободный я там а тоже в тебе сидит вот это гнильца где-то там и в какой-то момент может выстрелить я про себя в данном случае так вот к чему мы клоним ностальгия насколько иммигрант переживает ностальгию и насколько он и как он борется с ней значит я хочу сказать что я не видел людей которые бы ностальгировали вот как-то так вот очень сильно за исключением пенсионеров которым просто не о чем поговорить и в основном у них разговоры о том какие они были все большие начальники там и так далее хотя вот так вроде и не скажешь когда на них смотришь если мы говорим про людей но что называется рабочего возраста я я тоже не видел какой-то такой ностальгии вот знаете то есть у всех была молодость какая-то у всех есть чего вспомнить и как бы например человек не плевался на ту страну из которой он приехал а это бывает разные обстоятельства жизненные у людей разные отношения поэтому все в отношении не не столько в обстоятельствах только в отношении понимаете вот одни и те же обстоятельства у разных людей вызывают разные отношения так вот есть люди с очень тяжелым неприятием отношением и так далее но и у них масса там совершенно замечательных моментов и друзей и им есть чего вспомнить то же самое и так далее я например не отношусь хорошо к тому там как мы там жили или к стране в целом и что она с людьми делала но я в силу жизнерадостности такой я я могу вспоминать и вспоминать и вспоминать много веселого и так далее у меня мама в возрасте лет так 18 значит да она поступила на первый курс мединститута донецкого но это был сорок первый год понимаете это был сорок первый год и началась война так что учебу у них в основном прошла в копания врытье окопов вот а потом значит удалось эвакуироваться и вы не знаете сколько веселья я слышал когда мама первокурсница когда она рассказывала о том как поезд шел в эвакуацию и она она очень веселый был жизнерадостный человек царствие небесное и очень жизнерадостный человек и она рассказывала как они там но я извиняюсь там нужду справляли в этих вагонах там иногда ну так она в мягкой форме или там как они там проходили от вшей там какие-то стояли такие места где дезинфекцию делали стригли на вас а там как-то их там одежду пропускали через какие-то там через термическую обработку или что-то ничего веселого на самом деле но поскольку молодой человек веселый жизнерадостный она еще в джазе играла на ударных представляете такая пела замечательно в общем и у нее это вот так то ли конечно люди этого поколения они абсолютно гнали они вытерли из памяти плохие воспоминания потому что жить невозможно если ты будешь все время туда возвращаться вот плохие но я прочего говорю возвращаясь к ностальгии значит абсолютно всех людей есть чего вспомнить хорошего веселого доброго там и так далее но я думаю что тут есть очень существенный момент в отношении состоящий в том что или ты сам уехал в силу каких-то причин ты принял это решение даже если тебе там не было очень комфортно но это ты принял то есть тебя не взяли за шиворот и не выкинули из страны как бывало с разными людьми с тем же гали чем например там и так далее то есть были люди которых выдворили вот лишили родины там и так далее и вот они ностальгируют солженицын да вот он вернулся потом в россию знаете его выкинули а он потом вернулся вот поэтому люди которых выкинули у них конечно это все происходило гораздо более тяжелой форме представьте себе белую эмиграцию представьте себе там я не знаю там советское время там были люди и и они они это болезненно переживали они не хотели никуда уезжать они это их родина это и чего они должны уезжать но вот так сложилось поэтому современная миграция это не эмиграция которая знаете там под пулями куда-то полки переползает там под колючей проволокой или там вот как мексиканцы рио гранде там шмотки подняли вверх и так в брод переходят но они они тоже не потому что их гонят из мексики у них там свои соображения но я не вижу особой ностальгии и если вы посмотрите на мексиканцев например они тоже не ностальгируют то есть они любят свою страну безусловно это никаких сомнений даже нет они любят мексику они как бы поддерживают язык хотя есть много тех тоже там второе третье поколение уже не говорят по испанке они так как-то абсолютно влились как бы сплавились в этом американском котле но тем не менее у них у них хорошее отношение к мексике хотя я хочу сказать что мексика такая страна что можно было бы довольно много плохих воспоминаний и наверное они есть у них эти плохие воспоминания но тем не менее они мексиканцы они они могут поехать туда если хотят если они легальные там даже нелегальные там за 5000 переводят через границу я не знаю но ничего ничего ностальгии кроме того чем чем больше нас как бы на пятачке да тем меньше у тебя ощущение оторванности как ни странно знаете вот возможность включить телевизор и посмотреть что-то по-русски очень дорогого стоит и я помню очень хорошо то время когда мы приехали и этого не было и все что было по-русски это было полчаса в сутки тут есть такой international channel и там показывали программу время полчаса вот и при всем при всей кошмарности вот этого зрелища я хочу сказать что мы каждый день значит бежали и смотрели ну что-то такое вот вот как-то было ощущение оторванности немножко было новость в эти в американские новости другие мы мы привыкли к новостям там такого как бы международного что ли спектра да то есть там премьер-министр там в греции поехал связи официальным визитом в люксембург как интересно вот а здесь вот все больше местное что-то вот тут речка вот тут мостик вот там магазин там здесь на выборах что-то произошло поэтому а она вот эти местные новости тогда не были близкими и вот хотелось что такого вот мы смотрели а потом появились спутниковые каналы я помню вот как мы поставили году в девяносто третьем мы поставили спутниковую антенку на балкон и вот смотрели канал wmnb это был первый русскоязычный спутник и канал из нью-йорка и особенно это для моих родителей было важно потому что они вот когда приехали и уже это дело было и у них это wmnb круглосуточно вещал вот что-то такое там происходило вот они могли слушать или не слушать или там внимательно смотреть или так краем ухо но во всяком случае вот когда я маму спросил там я гараж а что что-то что за передачи когда не значит там гавкают что-то такое вот это гавканье по-русски бываете она была очень очень важно для пожилых людей особенно поэтому они это более болезненно переживают у них нет столько возможностей вовлечься в какую-то такую жизнь когда ты не думаешь об этом вот так что пожилых людей пожалуйста теле сейчас то слава богу через интернет уже такие такие возможности что там десятками каналов там не знаю если не сотнями чего хочет нормальный человеку не нужно там 100 каналов но если есть там три четыре пять таких которые хочет смотреть вот они есть хочешь дождь вот тебе дождь хочешь первый канал смотри пел первый хочешь я не знаю там культура смотри культура они есть все абсолютно все и за десятку в месяц вы имеете просто вот неограниченные возможности из израиля там тебе будет и американские там будут из украины будут ну все все вот на может как на одном в одной программе на на одном веб-сайте так так назовем поэтому уже так сложно оторваться сильно есть skype вы можете разговаривать часами там со своими родственниками вот допустим у нас есть бабушка ну бабушка смысле у наших внуков есть бабушка в минске которая живет но насчет правда в америке вот приехала погостить но когда она в минске так у них каждый день там сессия там 20 25 минут детки с бабушкой беседуют skype для русского языка хорошо бабушка не говорит по-английски значит вот они там беседуют то есть ты уже не отрываешься так как вот знаете мы когда-то уезжали и и ты не знаешь ты когда-то в жизни увидишь этого человека или не увидишь там услышишь ты его голос или не услышишь мы когда приехали вот представьте себе что 25 лет назад одна минута телефонного разговора с москвой а москва еще не самое дорогое место куда можно позвонить так вот одна минута разговора с москвой было два доллара и это были те два доллара это не те что сегодня два доллара это совсем другие два доллара я уже не говорю о том что ты только что приехал и у тебя с этими двумя долларами принципиальный конфликт на что потратить а тем более ты же не звонишь на одну минутку ты же звонишь там мухамбия не знаю на 5 на 10 на 15 на 30 я не знаю как как люди разговаривают сейчас ты можешь часами и бесплатно поэтому я бы сказал что ностальгия ну то есть настолько не проблема вот из киски спичи раз из того что я вижу из так из из нашего угла и вот я смотрю молодняк который нас школе у нас в основном же молодые ребята ну скажем так от двадцати там двух трех там может быть до тридцати четырех пяти вот львиная доля и боже у них секунды свободные нет они они все время куда-то несутся они там у них барбекю здесь у них партия тут у тебя день рождения значит там кто-то там работу поменял здесь они переезжают все прям побежали там шмотки грузить боже туда 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 не значит там фрайды на это у нас до люди там ходят покушать куда-нибудь в общественные места или просто в гости собираются у них секунды свободной нет и как бы нет никакой никакого дефицита русскоязычного общения там русско они из разных мест они могут быть с украины или там россии или белоруссии или киргизстана или казахстана и я бы сказал есть тусовки такие замешанные там абсолютно все есть тусовки более узкие я могу сказать что у нас как-то так сложилось что у нас более узкий круг общения в основном народ из москвы я не зовут земляки можно сказать не то чтобы там какая-то вибрация такая московская есть отдельная что тебя тянет именно к этим или тем я не знаю но так сложилось вот вот что-то такое есть какие-то землячества такие миниатюрные существует но но нет возможности совершенно нет нет возможности затосковать спица если только те на роду не написано спица и ты уже там есть повод или нет повод а все равно сопьешься понимаете вот последняя проблема которой вы должны быть готовы в эмиграции это ностальгия и или скажем так если вы смотрите со стороны и думаете вот бедные люди несчастные оторванные от родины наверное они там ностальгируют я вас хочу огорчить они не только не ностальгируют а сама мысль о том вот вы можете а может вернуться да они вздрагивают или начинают истерически ржать в эти что кому-то вообще такое в голову может прийти и так далее поэтому знаете так в общем как-то я помню был какой-то сюжет с пугачевой я не помню кто там с какой стороны мячик там кидали но там смысл был в том же это боже как же как же страшно вот так взять куда-то уехать вот там какую-то иммиграцию и а по-моему пугачева как раз и отвечает и она говорит так это разве это страшно нет страшно остаться страшно вот давайте это опять это мы уперлись вопрос отношения это не то что вот допустим америка или там калифорния или кремниевая долина или москва или торжок или вышний волочок или там я не знаю там что что у нас тут последнее время с дальнего востока там народ значит дело не в этом а вот птичка калибре я к сожалению не могу вам показать она там маленькая такая я не знаю вы увидите не увидите вот птичка калибре вот смотрите там две птички калибре ой-ой-ой вот но если увидите хорошо значит так вот это отношение наше также как птичка калибре вы можете сказать ой птичка калибре а может сказать ну и что ну какая-то птичка калибре был бы голубь например или курица чтоб тут же съесть это все вопрос отношения также вот и ностальгия и в общем жалеть эмигрантов по части ностальгии точно не надо и опасаться что вас замучит ностальгия я бы не стал если не дай бог вы попадете в эмиграцию и вот выйти с ужасом вздрагивать от мысли о том что может быть как-то вот вас вернут на родину и и вот и вот тут все и начнется счастливо